В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Трудовой десант продолжает наводить чистоту в Выборге. Все больше школьников хотят видеть свой город красивым и ухоженным. И доказывают это не только словом, но и делом. Под песни популярных исполнителей работает веселее. Ребята по поводу музыкальных предпочтений не спорят. Некогда. Сегодня рабочий день проходит в живописных окрестностях Замкового острова. Вчера локация была другая. Задание на день каждое утро дает комбинат благоустройства. В бригаде номер один ребята от 14 до 18 лет. По словам бригадира Софьи Барашковой, найти подход к ним довольно легко. Ведь все пришли сюда с огромным желанием. Они все готовы работать. Они все стремятся заработать денежку, чтобы осуществить какие-то свои мечты и желания. Так как у нас дети разного возраста, в 14 лет они иногда гораздо серьезнее, чем дети в 16 лет. И наоборот. Софья руководит бригадами уже 4 года. До этого во время летних каникул она и сама орудовала граблями или метлой. Сегодня под командованием девушки находится порядка 20 ребят. По ее словам, мотивы записаться в трудовую бригаду у них разные. Никита Голубев пришел сюда, потому что искренне любит свой город и хочет сделать для него что-то полезное. Люди смотрят на нас, какие мы молодые и видят, что дети в столь юном возрасте убирают свой город и понимают, что если его загрязнять, это будет плохо. И должны учиться у нас, я думаю, потому что некоторые взрослые этого еще и не понимают. Коварные одуванчики лезут, кажется, из каждой трещины на асфальте. Задача подростков – тщательно выполоть сорняки и собрать весь мусор на Петровской набережной. Очищать исторический камень от пыли непросто, но ребята стараются. Мне нравится, что я приношу пользу городу и обществу, что наш город становится чище, становится очень красиво, когда мы убираемся. Семен и Егор учатся в одной школе. Однако сплотили и сдружили ребят именно трудовые бригады. Мальчишки уверены – польза городу от их работы очевидна. Тем более, что труд не слишком сложный. Не сложно, потихоньку убираемся. Комаров много, а так нормально. Какие территории Вы уже убирали? Возле Лося мы убирались, на набережной мы убирались. Тем еще убирались. Не зависай. В парке? В парке. Я в прошлом году тоже работал, поэтому я тоже пошел работать, очищать город от сорняков, от мусора. Ну и чтобы подзаработать тоже. Чистый город и новые знакомства – это, конечно, хорошо. Но немалую роль в привлекательности трудовых бригад играет и зарплата. А она, по мнению школьников, вполне достойная. Ну, зарплата. У меня как бы три месяца назад появилась очень хорошая идея, как можно ее потратить. Вот. У меня прям хочется, уже не могу. Вообще классная возможность. Деньги для подростка как бы свои и ничьи больше. Это очень хорошая возможность – потратить их на себя. Вот. Также помочь родителям, если нужна помощь. Зарабатывают у ребят по 15-16 тысяч рублей. Трудятся пять дней в неделю, по четыре часа. Для отдыха предусмотрено два перерыва по 15 минут. К слову, трудоустройство – это официальное. Они работают по трудовой книжке. У них официальное трудоустройство по срочному трудовому договору. Основную часть денег они получают от дома молодежи. И идет доплата от центра занятости. С каждым годом заявок в трудовые бригады все больше. Это связано с повышением заработной платы. Ну и, конечно, это все передается, как сарафанное радио. Ребята общаются со своими одноклассниками и начинают больше узнавать об этой работе. Всего в городе работают три бригады, в состав которых входят 65 подростков. Они наводят порядок во дворах, на детских площадках, исторических местах. Рабочий день закончился в два часа. А уже завтра этих мальчишек и девчонок ждет новый объект. Татьяна Анкудович, Кирилл Воженин, медиагруппа «Наш город». Фонтан в парке возле библиотеки Алвара Алта заработал вновь после вынужденного перерыва. Ремонтные работы завершены. И это очень кстати, поскольку на улице установилась жаркая, сухая погода. Прежде чем наполнить чашу водой, ее очистили от мусора, а плиты вокруг подмели. Переливающиеся на солнце водяные струи не только создают прохладу, но и служат прекрасным фоном для летней фотосессии. Совсем скоро оживет и фонтан в бухте Большого Ковша. Над этим работают специалисты. И тогда панорамный вид на Выборгский замок со стороны залива будет еще красивее. Очередное заседание общественно-координационного совета по ЖКХ началось с торжественной церемонии награждения победителей конкурса субботников, который проводился среди ТСЖ и компаний, управляющих многоквартирными домами. Сертификаты на благоустройство на 200 тысяч рублей получили управляющие компании «Единство лидер», «Скандинавия» и «Ответственность». Неожиданным сюрпризом для остальных участников конкурса стало решение комиссии отметить и их сертификатами на 50 тысяч рублей. Заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко выразил надежду на то, что в следующем году волонтеров станет больше, а обладатели сертификатов поинтересовались, какие работы могут быть выполнены в их дворах. Мы в свое время очень хотели благоустройство двора, своими силами что-то делали, при помощи управляющей компании. И тут появился, во времена субботников весенних, появился конкурс от администрации Выборгского района. Мы подумали, почему бы не поучаствовать, мы что-то и выиграем. И, видимо, при участии настолько желание жителей, которые вышли на помощь, и, так сказать, совета дома было сильным, да, ну, что вот у нас получилось выиграть такой вот сертификат, в принципе, который мы потратим также на дополнительное благоустройство нашего двора. Надеемся, что и все остальные дома будут присоединяться к данной, ну, если это ежегодно будет проводиться, да, к данной акции, и будет больше участников. Со временем и город будет лучше, поэтому верьте, участвуйте, вот, и побеждайте. В рабочем режиме, но очень жарко, обсуждали на совещании заявление генерального подрядчика регионального оператора по вывозу коммунальных отходов. От них поступило предложение закрыть мусоропроводы, которые находятся в ненадлежащем состоянии, а вместо них построить контейнерные площадки. Аргументом послужило то, что подрядной организации будет удобнее собирать бытовые отходы. Либо обновление контейнерного парка. Мы, как генподрядчик, очень сильно за это переживаем, потому что с подрядчиком постоянно находимся в дискуссии, что очень тяжелые бочки, которые они выносят, и нужно как-то в цивилизованное русло все это переводить. Председатель общественного совета по ЖКХ Сергей Балабанов предложил представителям управляющих организаций обсудить эту тему с жителями, так как не каждый готов отказаться от мусоропровода в доме. Что же касается бочек старого образца, которые по-прежнему активно используются в Выборге, их можно было бы заменить современными контейнерами. Правда, при этом расходы на покупку новых емкостей лягут на плечи собственников. В общем, к разговору решили вернуться через две недели, но уже более конструктивно. С просьбой провести разъяснительную работу с потребителями голубого топлива, которые до сих пор не заключили договор на обслуживание внутриквартирного оборудования, к представителям управляющих компаний обратились специалисты организации «Газпром» газораспределения. На 11 600 квартир, а это 24% от общего числа в Выборге, еще нет соответствующих документов. Собственникам жилья грозит отключение от газовых сетей. Наталья Березовская, Валерий Престижнюк, медиагруппа «Наш город». В Выборгском районе началась подготовка к новому учебному году. Ремонтные работы будут проведены на 58 объектах. Это 31 школа, 22 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования и 3 оздоровительных лагеря. На эти цели из бюджета выделено 200 миллионов рублей. У нас запланированы ремонты по ремонту кровель, ремонту фасада зданий, ремонту наружных эвакуационных лестниц. Также будут запланированы косметические ремонты кабинетов, помещений. И также средства направлены на укрепление антитеррористической и пожарной безопасности. Финансирование предусмотрено из федерального, областного и местного бюджетов, а также из средств депутатов законодательного собрания Ленинградской области. В гимназии работа уже кипит вовсю. Здесь начался косметический ремонт холлов и учебных классов двух корпусов. Рабочие очищают стены от старого покрытия. В рамках государственной программы Ленинградской области и современное образование Ленинградской области были выделены денежные средства в размере 667 257 рублей на частичный ремонт кабинетов математики в корпусе 1 и в корпусе 2 гимназии. Работы начались в срок. Из средств депутатского корпуса выделено 1 578 947 рублей на ремонт холлов первого и второго этажа второго корпуса. Детский сад номер 13 сейчас закрыт. В помещениях и на площадках непривычно тихо. Во время отсутствия детей ведется ремонт межпанельных швов и замена трех эвакуационных лестниц. На эти цели будет затрачено более полутора миллионов рублей. Кстати, к возвращению воспитанников как раз подойдет время сбора урожая. Посадки на огороде ребята делали вместе с воспитателями. Растет здесь, по-моему, наверное, все, кроме картошки. Хотя была и картошка. Морковка есть у нас, капусточку посадили, помидоры, огурцы. Разная зелень совершенно. Горох еще у нас будет плестись. Ну, развивает в детях, конечно, это любовь к природе. Ребята у нас все это пробуют в группах. Все это моется, нарезается, лучок в супчик добавляют. В здании Дворца творчества на улице Приморской тоже приступили к делу. На время ремонта фасада для безопасности пешеходов соорудили деревянные ограждения с защитным козырьком. По окончании наружных работ бригада переместится во внутренние помещения. Там будет проведен косметический ремонт и заменена сантехника. Впоследствии территория, прилегающая к зданию, будет обнесена новым металлическим забором. Сейчас мы ремонтируем фасад и кровлю. Более двух миллионов выделено на эти ремонтные работы. Мы очень надеемся, что все работы будут закончены вовремя. И к началу нового учебного года, к 1 сентября, распахнут двери, обновленные помещения этого здания на Приморской 34. Стоит отметить, что Выборгский район принимает активное участие в национальном проекте образования, в рамках которого в этом году также запланирован ряд мероприятий. У нас в этом году будет отремонтировано три спортивных зала. Это у нас Первомайский центр образования в поселке Ленинском. Это у нас Житковская школа и Семиозерская школа. Гимназия откроет на базе своего учреждения Центр интеллект. Десятая школа откроет детский парк Кванториум. И школа у нас Рощинский центр образования. На ее базе откроет центр «Точка роста». В школах поселков Пушное и Гаврилово отремонтируют спортивные площадки. Для Приморского центра образования и школы номер один будут закуплены два школьных автобуса. Одним словом, новый учебный год Выборгский район готовится встретить во всеоружии. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Спасибо за неравнодушие, сказали в администрации Выборгского района тем горожанам, которые приняли самое активное участие в наведении чистоты в городе. Екатерина Бусова, Анна Кузина и Владимир Сидоров получили благодарственные письма и ценные подарки. А комиссия, в которую вошли специалисты администрации, депутаты, представители общественно-координационного совета по ЖКХ и средств массовой информации, продолжила работу по определению победителей в конкурсе, объявленном по инициативе главы администрации Ильдара Гелязова. В период весенней уборки управляющим компаниям ИТСЖ предлагалось провести общественные субботники и публично осветить эти мероприятия. Многие дворы мне знакомы. Очень приятно было, что люди действительно выходят на субботники и не понаслышке знаю, что они ответственно относятся к своему двору. Выходили на меня как депутата с просьбой помощи в организации субботников. И по итогу всего мы увидели их вот сегодня в финальном этапе этого конкурса субботников. Комиссия рассмотрела отчеты информационные, фото и видео и коллегиально приняла решение. Кстати, расхождения по поставленным баллам практически не было. Номинации предлагалось три, и в каждой был определен победитель. Управляющая компания «Единство лидер» стала лауреатом в номинации за лучшую организацию субботника. За вовлечение жителей в благоустройство дворовой территории награду получит управляющая компания «Скандинавия». За уникальную фотосессию и пропаганду субботников управляющая компания «Ответственность». По условиям конкурса победители получают сертификат на благоустройство территории на сумму 200 тысяч рублей. Так что во дворах на проспекте Победы 4А, на улице Судостроительной 18 и на Рубежной 17, в ближайшее время появятся новые малые архитектурные формы, необходимые жителям. К сожалению, заявок на участие в конкурсе поступило немного, но организаторы с оптимизмом смотрят в будущее. Этот конкурс проводится администрацией впервые, поэтому, наверное, можно было бы и больше участников увидеть, но, к сожалению, их не так много, наверное, к сожалению, но, к счастью, для тех, кто участвовал и выиграл. Соответственно, в следующем году этот конкурс будет продолжаться, и будем надеяться, что не будет не 5 дворов на финальной этапе подведения итогов, а будет 25. И каждый захочет сделать свой двор лучше и благоустроить его, и выйдет, и получавшись в конкурсе, и проведет субботник, и в хорошем объеме покажет свою работу не на словах, а на деле. В ходе работы комиссии вспомнили о том, насколько популярным был конкурс «Цветущий Выборг», который проводился по инициативе Выборгской муниципальной телекомпании, и конкурс по украшению города к Новому году. Все хорошее обычно поддерживается нашими земляками, так что продолжать традиции стоит. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Выгодная аренда, бухгалтерская поддержка, консультации по юридическим вопросам. Бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей как дом родной, где позаботятся и поддержат. Создан он на базе Выборгского центра поддержки предпринимательства. В ходе торжественного открытия были объявлены благодарностью предпринимателям, которые проявили себя в разгар пандемии. Так отметили бизнесменов, организовавших питание для сотрудников скорой медицинской помощи. В числе почетных гостей, исполняющие обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов, представители депутатского корпуса и, конечно, предприниматели. Не могла пропустить мероприятия и председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай. Ей выпала почетная миссия – перерезать ленточку. Для тех, кто делает первые шаги в своем деле, здесь уютно и безопасно. Сегодня в бизнес-инкубаторе 11 резидентов. Швейное производство, медицинские, образовательные услуги. Условиями бизнесмены довольны. Однако так будет не всегда. В бизнес-инкубаторе предприниматели могут находиться три года. После должны уступить место другим, начинающим. Очень востребованные меры поддержки. Но очевидно, что это благодаря низкой по сравнению с коммерческой стоимостью арендной платой, бухгалтерский учет, консультации, финансовая поддержка в виде субсидий, в виде микрозаймов, консультации по бизнес-планированию. И вот для этого как раз созданы бизнес-инкубаторы, для того, чтобы создать на первые два года, три года, чтобы бизнес устоялся. По словам исполняющего обязанности главы районной администрации Валерия Савинова, бизнесменов ждет разносторонняя поддержка. Ведь только в тесном сотрудничестве можно реализовать самые смелые проекты. Центр нам подведомственным является, поэтому, соответственно, все программы, которые с участием финансирования, как района, так и области, также, естественно, специальности, которые задействованы, это целый комплекс взаимодействия, все рабочие мероприятия, которые планируются проводить в рамках поддержки, будут проходить с участием администрации именно в этих стенах. И это уже будет говорить о том, что мы непосредственно участники процесса по поддержке предпринимательства Выборгского района. На ремонт здания на проспекте Ленина, 18, из местного бюджета было выделено более 11 миллионов рублей. Существенную поддержку район получил за счет областного финансирования. К слову, попасть сюда может не каждый. Соискатели должны пройти строгий отбор. Особенностью данного бизнес-инкубатора является то, что он находится в жилом доме. И, соответственно, здесь не могут располагаться никакие шумные производства, производственники, которым нужны большие мощности, потому что жилой дом. Отметим, на сегодняшний день в Выборгском районе осуществляют деятельность 6,5 тысяч субъектов предпринимательства, что заметно больше по сравнению с данными прошлых лет. И для кого-то помощь в виде бизнес-инкубатора станет дополнительным стимулом открыть свое дело и создать новые рабочие места. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Тепло и комфорт этой школе дает силы земли. Впервые в Ленинградской области геотермальные насосы для отопления были установлены в образовательном учреждении. Результаты пилотного проекта уже ощутили на себе ученики и педагоги. Теперь Выборгский район делится уникальным опытом. Школа поселка Житкова стала демонстрационной площадкой и местом проведения конференции по вопросу реализации энергоэффективных мер в регионе. Мероприятие собрало представителей органов исполнительной власти из нескольких регионов России, районной и областной администрации и Центра энергосбережения. Гостям рассказали, что модернизация системы теплоснабжения была проведена в школе в 2020 году, причем в рекордно короткие сроки. Со всеми процедурами, от момента, когда мы в буровой установке коснулись грунта, до момента ввода в эксплуатацию прошло 35 календарных дней. Спасибо Центру энергоэффективности, что поверили в этот проект администрации Выборгского района, то, что в нас поверили. Ранее школу отапливали электроконвекторами. За электричество платили от 3 до 3,5 миллионов рублей в год. Менее чем за два месяца здание перевели на новый, энергоэффективный и энергосберегающий уровень теплообеспечения. На заднем дворе школы пробурили 14 скважин глубиной 145 метров. Туда погрузили геотермальные зонды. Насосы преобразуют энергию земли в тепло, необходимое для обогрева здания площадью более тысячи квадратных метров. Теплоузел занимает совсем небольшое техническое помещение. Установка, разработанная и произведенная в Тосно, снизила расходы на отопление в пять раз. Новый опыт четырех полных месяцев отопления показал, что все работает без сбоев. Температурный показатель в школе на высшем уровне. Тепла хватает, довольны учителя, дети. Успешный опыт, в том числе и с экономической точки зрения, потому что мы видим уже реальную экономию. Только за минувший отопительный сезон в образовательном учреждении сэкономили более 700 тысяч рублей. Общая стоимость модернизации теплоснабжения составила более 15 миллионов рублей. Софинансирование со стороны бюджета Выборгского района – 1 миллион 800 тысяч. В рамках реализации проекта ученики Житковской школы почувствовали не только тепло, энергии земли, но и расширили свои знания в сфере энергоэффективности. В рамках программы именно по энергосбережению уже наши дети в целях профориентации съездили в город Пушкин в институт, где познакомились не только с тепловыми насосами. Узнали, что есть и другие источники тепла. Так что мы получили только плюсы от этого проекта. Теперь опыт Выборгского района по использованию в социальных учреждениях альтернативных механизмов теплоснабжения будут рассматривать в других регионах для дальнейшего распространения. Виктория Иванова, Валерий Присяжнюк, медиагруппа «Наш город». Заканчивается театральный сезон и Святая крепость подводит итоги. Конечно, год выдался непростым. Коронавирус и здесь внес свои коррективы. Минувший сезон театр драмы и кукол начал с фестиваля «Балтийский кукловорот», который проводился уже во второй раз. Заявок было очень много, но, к сожалению, большинство иностранных гостей приехать не смогли и основные показы прошли онлайн. В этом году много ездили и сезон, наверное, невзирая на все коронавирусные ограничения, был сориентирован на работу в Ленинградской области. У нас налаживаются сейчас очень крепкие отношения. Вот наладились с Приозерском и с Приозерским районом. Это не только Приозерск. Просто какие-то люди появились. Здесь очень важно. Люди, которые хотят. В Приморске у нас очень хорошие отношения. Потом вот Кировский район. Сейчас мы, как мы говорим, окучиваем. Там тоже очень много людей и площадок. Потому что и площадки приводят в порядок. Вот это самое важное. Потому что несколько лет назад мы приезжали к закрытым дверям. Потому что не финансировали совершенно сельские клубы. Президент провозгласил эту программу восстановления, так сказать, именно на селе, в деревнях, самих площадок, домов культуры. Выпустили мы два спектакля, но очень таких мощных, больших. Это спектакль, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны по пьесе Алексея Дударева «Рядовые». Это я сделал спектакль. И наш, так сказать, режиссер московский, который часто у нас ставит, Кирилл Збитнев, выпустил спектакль по роману Дюма «Три мушкетера». Назвали мы его «Мушкетеры-2020». Оба спектакля получили сильный отклик публики. Если драматизм и напряженность постановки «Рядовые» не оставляют двояких толкований, то мушкетеры вызвали споры и даже критические замечания зрителя. Но и это хорошо, говорят актеры. Значит, зритель сопереживает. К сожалению, поклонникам Святой Крепости пришлось переживать и по вполне серьезному поводу. Вот с Николаем Николаевичем беда случилась у него. Но он очень человек эмоциональный, актер эмоциональный. Он, на мой взгляд, как-то себя... Но актер не должен себя беречь. Это признак профессии. Я сейчас его заменил в двух спектаклях. Это буквально случилось. Нам в 7 вечера играть премьеру, а в 8 утра мне позвонили, сказали у Стинов в Сестрорецке в больнице. И мне пришлось это вскочить в спектакль буквально за 2 часа. Мне, конечно, это делать не очень легко, потому что я много лет на сцену не выходил. Но от этого не менее радостно. Сейчас Николай Устинов восстанавливается, выглядит бодрым и уже рвется на сцену. Но прогнозы на предстоящий сезон руководство театра делает с осторожностью. На днях труппа начала готовиться к следующему театральному сезону. А вот каким он станет, мы расскажем в следующих выпусках нашей программы. Елена Березовская, Андрей Нерубов, Медиагруппа «Наш город». Выборгская таможня готова к встрече иностранных болельщиков. Всем, кто прибыл на чемпионат Европы по футболу, обеспечат бесперебойный пропуск через государственную границу. У каждого для проезда оформлен специальный паспорт болельщика. Предполагается, что наибольшее число футбольных фанатов прибудут в Россию через Финляндию. Более 6,5 тысяч человек. Самый большой наплыв ожидается в дни, когда на поле будет выходить сборная Суоми. По календарю состязаний это 16 и 21 июня. Пограничное управление по Петербургу и Ленобласти просит туристов, не интересующихся футболом, выбирать для пересечения границы иные даты. Мы, безусловно, понимаем, что количество болельщиков будет значительным, поэтому на внеочередных координационных советах пунктов пропуска мы приняли решение, что будет задействовано максимальное количество полос движения. Так, на Торфяновке это будет 12, на Брусничном будет 9. Нами принято решение о поселении оперативных смен, то есть максимальное количество будет задействовано. И не только в эти дни, но и также в период игр в Санкт-Петербурге. Организаторы чемпионата намерены провести турнир максимально безопасно. Прибывшим в Россию болельщикам необходимо соблюдать антиковидные правила и меры, а санитарной безопасности позаботятся и на границе. На пунктах пропуска у нас есть должностные лица Роспотребнадзора, которые осуществляют мониторинг лиц, которые прибывают в Российскую Федерацию, осматривают их, заверяют температуру. А наши должностные лица обеспечены всеми защитными средствами, масками, перчатками. Всего в северной столице пройдут 7 матчей. Сборная России встретится с командой Финляндии 16 июня. Праздник футбола продлится до 11 июля. Эстафету в поддержку сборной России по футболу во время подготовки к Евро-2020 запустили региональные СМИ. Наши коллеги из Соснового Бора, телеканал СТВ уже опубликовал видеоролик. Наша редакция также готовится принять эстафету. Болейте за команду России вместе с нами. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости по-выборгски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok